Часть людей считает, что кондиционер опасен не только болезнью легионеров, но и различными бактериальными, вирусными, грибковыми инфекциями. И они частично правы. Да, действительно, очищая воздух, пропуская через себя воздух, кондиционер его очищает. А в воздухе, не важно, это городской, либо сельский воздух, там всегда присутствуют возбудители бактериальных, вирусных инфекций, споры грибков, и они могут накапливаться в кондиционере. Но в этом случае они пока еще не опасны. Вот как только вы включаете кондиционер, и он начинает, охлаждая воздух, подсушивать его, вот здесь появляются обязательные условия для развития возбудителей бактериальных, либо грибковых инфекций, это влага. Только во влажных условиях кондиционер способен служить инкубатором для развития различных патогенов. Но! Эта ситуация работает только в одном случае. Если вы нарушаете условия техники безопасности при работе кондиционера, то и своевременно его не очищаете. В этом случае опасность есть. Но если вы живете на квартирном доме, и у вас забилось в доме канализация, либо мусоропровод, примерно такие же условия возникают и в вашем доме. Вы обычно возмущаетесь, коммунальные службы устранили неполадку, и в доме вновь хорошо. Почему-то, когда подходит время техобслуживания кондиционера, об этом забывают. И оказывается, кондиционер это зло. Это зло только в руках неумелых. И эта опасность, по большому счету, не опасность. Можно просто правильно использовать кондиционер. А вот другая, скрытая, на первый взгляд, незаметная опасность, она требует от вас ежедневных и целенаправленных действий. Потому как, если вы понимаете, что кондиционер способен резко изменить условия окружающей вас среды, на которые вы должны среагировать симметричными изменениями в своем образе жизни, в системе питания, в употреблении напитков, изменить некоторые привычки к ним отношения, вот тогда вы в полной безопасности. И кондиционер для вас только польза. А вот если вы считаете, что кондиционер должен вам что-нибудь, так кондиционер должен вырабатывать лишь в жару сухой и прохладный воздух. Который создает более приемлемые условия в летнюю жару. Но одновременно тестирует разные системы вашего организма на прочность. Поэтому в этом видео я, врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко, автор десятков опубликованных научных статей, автор более 50 опубликованных книг и брошюр, автор сотен видео на канале YouTube, в которых вы можете узнать про профилактику и лечение. Лечение и профилактику как народными средствами, так и средствами народной медицины. Как правильно питаться, как правильно пить воду, как совершать иные действия, чтобы ваш образ жизни был более похож на здоровый образ жизни. В этом видео вы узнаете ТОП-6 самых вредных продуктов питания, которые в летнюю жару, либо в условиях работающего кондиционера, могут вам навредить. А также вы узнаете, какие привычки могут вам также навредить, хотя большинство считает, часть из них, как компонент здорового образа жизни. Поэтому смотрите это видео дальше. Дальше будет много интересной информации. На первое место по скорости развития осложнений в летнюю жару, или в случае, если вы находитесь в помещении, где работает кондиционер, я бы поставил алкогольные напитки. И в летнюю жару вроде как все понятно. Один грамм чистого алкоголя дает вам 7 пустых килокалорий. Почему пустых? Потому что организм не может запасти их в виде АТФ. И внезапно образовавшееся в организме тепло, от него нужно куда-то избавляться. И одно дело, когда это зимняя стужа, когда алкоголь помог вам согреться, а другое дело, это летняя жара, когда алкоголь помогает вам перегреться. И один из первых признаков развития перегревания организма в условиях жары при употреблении алкогольных напитков это покраснение лица. Причем это очень опасный признак. Потому как если он возникает у мужчины старше 35, а у женщины старше 50 лет, то резко повышается риск инсульта. Причем опасного инсульта, геморрагического, после которого выживают единицы и до конца жизни остаются глубокими инвалидами. Поэтому если посмотреть на области около экватора, они по употреблению алкогольных напитков находятся среди аутсайдеров. Потому как в этих условиях дольше живут только те, кто не употребляют алкогольные напитки. А те, кто употребляют особенно не ориентируясь на свое состояние здоровья, очень быстро перестают это дело по разным причинам. Основная из них это инсульт, а может быть инфаркт, а может быть и другие проблемы. Поэтому употреблять алкогольные напитки в летнюю жару я бы не советовал. А вот если вы находитесь в среде, где работает кондиционер, в помещении работает кондиционер, внешне кажется, что вы в безопасности. Ведь кондиционер охлаждает, алкоголь нагревает, и где-то по-среднему вам должно быть хорошо. Но! Смотрите видео дальше. Насколько это хорошо, может резко измениться, вы узнаете прямо сейчас. На первый взгляд кажется, что если вы от летнего зноя спрятались в помещении, где работает кондиционер, и вот здесь настал час чель, и алкогольные напитки можно употребить, то так кажется только на первый взгляд. Да, действительно, в помещении прохладно, алкоголь сообщил вам некоторое количество тепла, которое теперь прохладный воздух легко отнимет у вас, и перегревание не состоится. Перегревание-то не состоится. А возникнут осложнения в совершенно другом органе. Очень жизненно важно. А это легкие. Ведь вдыхаете вы тоже прохладный воздух и сухой, на увлажнении и согревании которого нужно использовать определенное количество не только тепла, но и воды. А алкогольные напитки организм подсушивают. И многим, думаю, знакомо, когда утром, после бурно проведенного вечера с обилием алкогольных напитков густая мокрота в носоглотке очень тяжело отходит мокрота из органов дыхания, потому как она стала более густой. А кондиционерный воздух, сухой кондиционерный воздух, сделает эту мокроту еще более густой. И очень легко и просто в таких комфортных условиях заработать долевую, дольковую пневмонию и жестко нарушить состояние органов дыхания. Поэтому в этом случае алкогольные напитки, либо летняя жара, либо условия работающего кондиционера, я бы сказал, это зло номер один. А что такое зло номер два? Вы об этом узнаете прямо сейчас. Продукт номер два в летнюю жару, ну а для тех, кто не употребляет алкогольные напитки, он становится продуктом номер один, для того, чтобы он навредил здоровью, ему нужно значительно меньше, чем алкогольных напитков. Это обычная поваренная соль. И несущественно. Вы используете в своем рационе питания в жару домашние соленые огурчики или помидорчики, используете колбасу, либо консервы, используете твердый сыр, либо соевый соус, используете рыбу соленую, либо рыбу вяленую, икру черную, либо икру красную. В любом случае, эти продукты содержат приличное количество соли, как явно по вкусу, так и в скрытом виде, и могут навредить вашему здоровью. Поэтому в летнюю жару вы эти продукты из своего поля зрения убираете, а заодно убираете со стола и солонку. И оставляете соль только в небольшом количестве, присаливая блюда в процессе их приготовления. В этом случае вы в безопасности. Если какие-то из этих продуктов задержались в вашем рационе, у вас есть риск. Потому как поваренная соль, попадая в кровь, она очень любит воду. И прекрасно воду держит в кровеносном русле. Если вы находитесь в условиях летней жары, вода должна уходить из кровеносного русла через кожу и через легкие, охлаждая ваш организм. А поваренная соль держит ее в кровеносном русле. И условия для перегревания у вас созданы. Если же вы в этих условиях еще хотите совершить какую-то физическую нагрузку на открытом воздухе, неважно это, бег по стадиону, либо туристический поход, увеличенный объем крови создает дополнительную нагрузку на сердце. И очень легко его сорвать один раз и на всю оставшуюся жизнь. Поэтому летняя жара и поваренная соль они несовместимы. Чем теплее в окружающей среде, тем меньше поваренной соли должно быть в вашем рационе. А вот как может навредить поваренная соль? Казалось бы, в более комфортных условиях в помещении, где работает кондиционер? Вы об этом узнаете прямо сейчас. В условиях, где работает кондиционер, казалось бы, поваренная соль навредить не может. Но опять-таки, только на первый взгляд. Да, действительно. Прохладный воздух в помещении позволяет терморегуляцию совершать более легко. И в этом случае поваренная соль жестко не навредит. Но! Она оказывает более вредное влияние, чем алкогольные напитки. Причем сразу в двух системах. Это органы дыхания и мочеполовая. Потому как в органах дыхания опять-таки, воздух нужно увлажнять и согревать. А это нужно делать с помощью в том числе и воды. Если согреть воздух, поваренная соль не мешает, кровь достаточно жидкая и циркулирует по организму, то воду она не отдаст. И макрота опять-таки образуется более густой. И условия для обострения скрытой патологии в органах дыхания. Неважно, это лор-патология, это трахеиты, бронхиты, пневмонии хронические, обострение других заболеваний органов дыхания, начиная с бронхиальной астмы. Очень легко и просто вспомнить деткам астматический бронхит во взрослом состоянии в виде уже более зрелого такого заболевания, как бронхиальная астма. Очень легко и просто. Поваренная соль это может спровоцировать. Что касается заболеваний почек, почки работают тоже на воде и удаляют те продукты обмена веществ, которые в организме образуются. Если ваша система питания не очень сбалансирована, и в летнюю жиру, учитывая, что вы можете находиться длительное время в условиях кондиционера, у вас сохранились мясо, рыба, птица, особенно красное мясо и красная рыба, которые дают больше обменных шлаков и больше требуют запаса мощности у почек, чтобы удалять их, а поваренная соль держит воду в кровеносном русле. И почкам очень сложно выполнять свою функцию. Если же они будут выполнять, моча идет в концентрированном виде, и из концентрированной мочи легко образуется песочек, и растут камушки. Хорошо, если не будет задерживаться все это добро в лоханках почек, и с обострением цистита, ультрита, простатита будет выделяться через мочеполовую систему. И в этом случае поваренная соль не самый лучший компонент, который даже в условиях кондиционера, хорошо работающего, может вам навредить. А вот какой компонент номер три, который нужно ограничивать, либо исключать в летнюю жару, вы узнаете прямо сейчас. На третье место по степени опасности для вашего здоровья в летнюю жару я бы поставил продукты, которые приносят относительно много белка. Это мясо, особенно красное и жирное. Это птица, это орехи, семена, бобовые, в какой-то степени рыба. Они содержат достаточно много белка, утилизация которого в организме сопровождается тем, что 1 грамм белка приносит примерно 9 килокалорий, из которых организм может запасти всего 4. 5 килокалорий рассеиваются в виде тепла, но чуть меньше, чем спирт, но спирт дает быстрое извлечение 7 килокалорий в течение короткого промежутка времени, а белок, перевариваясь медленно, подогревает обмен веществ в вашем организме и создает опасность на протяжении достаточно длительного периода времени. И это важно учитывать. Очень похоже действие спирта на действие кофеина из кофе, кратковременное и сильное, а действие белка на обмен веществ, на теплообразование, очень похоже на действие кофеина, или его по-другому называют каин из чая. Относительно невысокой интенсивности, но зато на протяжении длительного периода времени. Поэтому, если вы планируете день провести в среде, где работает кондиционер, кусок мяса, либо рыбы, либо птицы с утра вам аж никак не помешает. Съели, чуть разогрели обмен веществ и условий для нарушения терморегуляции не создано. А вот если вы планируете провести день в условиях летней жары без кондиционера, про кусок мяса, либо птицы с утра нужно забыть. Потому, как очень вероятно перегревание в ближайшем перспективе и нарушение работы почек в последующем. Потому, как белок, кроме того, что он подогревает обмен веществ, продукты расщепления одного грамма белка требуют для полноценного удаления через почки 42 миллилитра воды. То есть, если вы съели за завтраком 100 грамм мяса, либо птицы, в которых примерно содержится 20 грамм белка, у вас в течение ближайших 3-4-5 часов должно выделиться примерно 1 литр мочи. В этом случае ваши почки в безопасности и белковые шлаки нигде не задержатся в вашем организме. Не пострадают ни матка, ни молочные железы, ни простата, ни суставы, ни другие органы, где белковые токсины могут отметиться. Поэтому в летнюю жару белок опасен кратковременно перегреванием и на перспективу нарушением работы почек и связанной с этим патологией. Если же вы находитесь в среде, где работает кондиционер, вы съели кусочек мяса, вы можете, обеспечив правильное питание, в котором есть достаточное количество жидкости, и обмен веществ поддерживать, и иммунную систему поддерживать, и обменные шлаки белкового происхождения полноценно удалять через почки. В этом случае вы не страдаете. Есть еще один продукт, пожалуй, самый первый продукт питания, с которым знакомится практически каждый человек, который может навредить в летнюю жару. И о нем вы узнаете. Прямо сейчас. На четвертое место по степени опасности для вашего здоровья в летнюю жару. Как вы уже догадались, я поставил молоко. Но именно цельное молоко, а не кисломолочные продукты. Внешне кажется, что молоко содержит более 90% воды, и это здорово. Но! Эта вода не может сосаться быстро, пока молоко не переварится. Оно на более продолжительное время блокирует желудок, чем кисломолочные продукты в виде йогурта, простокваша, кумыс, тан, айран и другие кисломолочные продукты, которые содержат точно такое же количество воды, как и в молоке. Только время нахождения в желудке в 3-4 раза меньше. Поэтому, если у вас сложности из терморегуляции нет, сухости во рту нет, и чувство жажды вам не знакомо, можете пить и молоко. Если вы понимаете, что водички может где-то не хватать, лучше кисломолочные продукты. В этом случае ваша терморегуляция будет совершаться и вне помещений с кондиционерами неплохо. А вот в помещении с кондиционером я бы молоко исключил вовсе. Если вы находитесь в таком помещении длительное время. Просто молоко способствует образованию слизи. Увеличивается количество слизи в органах дыхания. И это используют часто, когда пытаются перевести сухой кашель во влажный, более продуктивный для очищения органов дыхания. А вот если у вас в органах дыхания относительно спокойно, то употребление молока, увеличивая образование слизи и не способствуя разжижению слизи с помощью воды, может вызвать напряжение со стороны органов дыхания. И вы употребляете молочко, у вас заложило нос, появился кашель, и создались определенные сложности с органами дыхания. Но они тоже не критические, не большие. Убрали молоко, заменили другими продуктами питания или попринимали какие-то отхаркивающие смеси, и все нормализовалось. Поэтому молоко стоит не на первом месте, а на четвертом. А какой продукт я поставил на пятое место? Вы узнаете прямо сейчас. На почетное пятое место я поместил группу продуктов питания, которые имеют значение разве что для тех, у кого есть скрытые либо явные заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, некоторых заболеваний крови. Это крупы. Да, белок они содержат, но в значительно меньшем количестве, чем мясо, рыба, либо птица. Продукты белкового обмена, для которых тоже нужна вода на очищение, на выведение из организма, они не содержат, потому как в крупах обмен веществ не идет, а мясо вы берете с трупными ядами, либо рыбу берете с трупными ядами, которые нужно удалять, и для удаления которых вам нужны дополнительные резервы воды, которые летом в жестком дефиците. Но крупы по этой причине не способствуют перегреванию организма в летнюю жару и не способствуют перенапряжению по удалению белковых токсинов, даже если вы длительно находитесь в среде, где работает кондиционер. Правда, в этих условиях имеет значение другой компонент, который всегда присутствует в крупах, это крахмал. Крахмал способствует слизеобразованию в органах дыхания, и здесь определенная опасность в плане обострения заболеваний органов дыхания, либо сердечно-сосудистой системы, присутствует. Но она относительно небольшая, и легко корректируется, когда вы вводите продукты питания, которые я поставил на шестом месте. Это корнеплоды. В них количество белка еще меньше, и количество крахмала тоже меньше, чем в крупах. Поэтому степень опасности для здоровья меньше, чем крупы могут принести как в тех, так и в других условиях, как в экстремальную жару, так и при неправильном использовании кондиционера. О котором есть видео. Посмотрите. В зависимости от пола, возраста, от сопутствующих заболеваний, есть такое видео на моем канале. Посмотрите. Очень важно правильно выставить точку. Выставить температуру на кондиционере. И возможно кому-то можно и 18 градусов поставить, а кому-то верхнюю область теплового комфорта 24, а кому-то 26, даже 28 или 30 нужно выставить. Много особенностей есть по разным ситуациям с вашим организмом. И это нужно знать. Это видео на моем канале есть. Его легко найти, просмотреть. А вот от каких привычек вам нужно избавляться? Кто-то считает их полезными, кто-то считает их вредными. Но отношение к ним нужно изменить в летнюю жару. Вы узнаете прямо сейчас. Каким же привычкам я бы советовал летом пересмотреть свое отношение и уменьшить их до минимума? На первое место я бы поставил табакокурение. Уже через 5 минут, после того, как начал человек курить сигарету, увеличивается вязкость крови. И сохраняется примерно 1 час. Что это дает вам? В состоянии покоя, кроме того, что никотин нарушает работу органов дыхания и ухудшает газообмен, то есть кислород в ваш организм попадает все меньше и меньше, увеличивается кроме этого вязкость крови и нагрузка на мотор. Оно вынуждено перекачивать большие объемы крови, более высокой вязкости, потому что клеткам нужен все равно кислород. В результате и ухудшения состояния органов дыхания, в основном самого важного альвеолярного аппарата, где идет собственно газообмен, и износ сердечно-сосудистой системы. Что это дает вам в летнюю жару, когда вы закурили на свежем воздухе, но когда вокруг вас плюс 30 по Цельсию и выше? Вам нужна терморегуляция. Вам нужно сбрасывать лишнюю воду через кожу, через легкие, чтобы охлаждаться. А кровь густая. А вязкость высокая. И для того, чтобы больше дать воды коже на охлаждение, мотор изнашивается еще быстрее. Поэтому на открытом воздухе в условиях летней жары я бы не советовал курить, потому как перегреться легко и пострадать очень легко. Особенно если вы к этому еще добавили алкогольные напитки и еще какие-нибудь там продукты питания, которые действуют в этом же направлении. В условиях, где работает кондиционер, безусловно, там все более благоприятно. Потому как терморегуляция совершается проще. Но! Никотин воздействует непосредственно на органы дыхания, нарушая состояние органов дыхания, особенно, опять-таки, альвеолярного аппарата. А туда заходит еще и сухой воздух, который подсушивает мокроту. У всех, кто курит, есть так называемый обструктивный бронхит курильщика. И плюс добавили сухой воздух и получили обострение. Увеличилась вязкость мокроты и она тяжелее выходит из органов дыхания. Соответственно, органы дыхания страдают в большей степени. Поэтому, вроде как, в условиях, где работает кондиционер, курить можно, на самом деле. Чем реже, тем лучше. Поэтому эту привычку нужно уменьшать до минимума. А какую еще привычку я бы советовал летом уменьшить до минимума, чтобы этот компонент здорового образа жизни не стал своим антиподом, вы узнаете прямо сейчас. В жаркое время года я бы советовал пересмотреть свое отношение к интенсивным физическим нагрузкам. Все-таки работающая мышца вырабатывает достаточно много тепла, которое с кровью разносится по организму и создает условия для перегревания. Если у вас запасов воды достаточно, вы в безопасности. Вот когда запасы воды начинают заканчиваться, то есть сухость во рту постепенно переходит в чувство жажды, вот здесь риск для вашего здоровья и для вашей жизни резко увеличивается. Поэтому, если вы не можете отказаться от физических нагрузок в жаркое время года, выполняйте их хотя бы в самое прохладное время дня. То есть, либо рано утром, либо в ночное время дня, либо ждите похолодания, либо наступление, естественным образом, более прохладного времени года. Конечно, если у вас цель марковка, медаль разного достоинства, то да, вы можете в погоне за этими достопримечательностями, за этими наградами жертвовать своим здоровьем, но именно жертвовать здоровьем ради вот такой цели. Вы меняете одно на другое, потому как ничего из ничего не появляется и медали просто так перед вами не появятся. Их нужно заработать чем-то пожертвовав. Поэтому правильное отношение к физическим нагрузкам в жаркий период года позволит сохранить ваше здоровье на максимально продолжительное время и достичь вот того самого активного долголетия. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И если вы считаете, что видео достойно лайка, не забудьте его поставить. Если оно достойно, чтобы вы его отправили своим друзьям, чтобы они тоже просмотрели, что они делают правильно, либо неправильно, в летнюю жару, чтобы не порадовали вас случайно, некрологом, можете им отправить. Ну, одно из следующих видео, которое появится на канале, топ полезных продуктов питания. И вы будете удивлены, на каком месте будет стоять вода, для того, чтобы в летнюю жару вы могли достойно пройти этот период года, не потеряв свое здоровье. До новых встреч на моем канале.